Всем привет, мои хорошие! Ну что, сегодня будет парфюмерное видео. Я сегодня зелёненькая. Я, знаете, что нашла тени от Stellar. Вот такого цвета. Чуть-чуть я их добавила. У меня здесь этот остаток от прыща. В общем, я индианка. Вот. Так что я под вот эту зелёную водолазочку от Faberlic решила нанести вот эти вот тени. в Stellar номер 203. Кстати, я не встречала именно такой оттеночек. Мне он прям понравился. Он не супер ярко передаётся, но довольно. Причём без базы. Вот я его наносила без ничего. Мне кажется, на базу для теней можно чуть-чуть ярче его сделать. Ну, зачем? Либо на белый карандаш, например, да, чтобы сделать ещё более яркий оттенок. Кстати, знаете, я вспомнила историю, когда я ещё давным-давно работала. И, ну, всегда же есть в женском коллективе, знаете, там вот, ага, там какие-то завидки, там у кого муж лучше, да, там у кого, значит, у кого бьёт, а кого не бьёт, да, там кто зарабатывает, кто не зарабатывает, кто моложе, кто более худая, кто более красивая. Вот это вот всё. И, в общем-то, я прихожу, значит, на работу. Был выходной, что-то я заехала, в общем, что-то там было нужно. И я, значит, была в этой водолазке, и я была накрашена вот этими тенями. Но, возможно, чуть больше яркости было, я не помню как. Вот, и, значит, и мне так, типа, а чё ты вся зелёная? Я заценила, подумала, наверное, очень-очень классно. Буду так чаще ходить. Так вот, парфюмы, кстати. Поговорим сегодня про парфюмы. Те ароматы, которые я носила. У меня здесь есть отдельно с 10 по 20, но я не сняла видео. И отдельно с 20 у меня уже до конца месяца. Сегодня 29, по-моему, да. Так вот, давайте приступим. Что же я выгуливала? Пробничек, манталь, свит, ванила. Если вы помните, то я вам показывала, а вот где я делала? От Уса Креэйшн аналог на манталь свит, ванила. Вот куда-то он у меня запропастился. Возможно, где-то в сумке. В общем, я не знаю. То есть я носила и оригинал, скажем так, манталь, и версию от Уса Креэйшн. Ну, я не помню, как он называется. Тут нет у меня. Может, знаете, где-то в косметику я кинула. Но все-таки это пробничек, он маленький. От Уса тоже там 3 миллилитра всего. Так вот, они дико-дико похожи. В базе они чуть-чуть разнятся. И мне в базе нравится больше Уса Креэйшн. Он как-то более сладкий. Вот этот больше развеивается. А Уса более какой-то вот прям ванильный, мягкий, сладкий, потрясающий. Я хочу себе от Уса Креэйшн. А, все, он у меня в зале лежит. Не буду вставать уже. Ладно, в общем, имейте в виду. Так что я носила и оригинал, манталь, и Уса Креэйшн аналог. Можно даже, в принципе, снять видеообзор. И Уса посравнивать именно с оригиналами. Но у меня вот как бы оригиналов столько нет. То есть этот пробник я специально заказывала. Манталь-то тоже, да, свет ванила манталь. Все-все хорошо, все нежно-мягко. Но как-то более глубокий аромат в базе, в раскрытии у Уса Креэйшн. Возможно, потому что я сначала познакомилась с Уса Креэйшн. И влюбилась в этот аромат. То есть я его много раз носила. Я его распробовала от и до. И когда я уже взяла оригинал, да. Ну, не оригинал, а тот аромат, на, в общем-то, которым вдохновились компания Уса Креэйшн. Я поняла, что в базе вот чуть-чуть не то. А вот там мне больше нравится. И, возможно, я куплю себе не манталь, а Уса Креэйшн. Значит, манталь 20 миллилитров стоит, ну, вот эту сумму. А здесь 50 миллилитров. Мне писали, зачем лучше купи манталь. Были такие. Ну, во-первых, деньги мои, покупки мои. Что хочу, то и покупаю. А во-вторых, я не вижу большой разницы ни в стойкости, ни в шлейфе. Уж простите. Поэтому, как бы, и звучание, само звучание, база от Уса мне почему-то понравилось даже больше, чем манталь. Я еще, конечно же, повыгуливаю, но, в общем, манталь был со мной. Очень долго и очень нудно. Ну, не то, чтобы нудно, но я выгуливала Кельвин Кляйн. Он, знаете, и свежий, и цветочный, и какой-то конфетно-лимонный, лимонадный вот такой. И есть в нем отголосок что-то такое легкое, знаете, древесное, а-ля даже какое-то фужерное. Вот что-то такое. То есть вот и женственность, и мягкость, и чуть ли не ванильность. Ну, вот что-то сладенькое. И вот что-то такое есть даже на контрасте слегка фужерно-мужское. Мне нравится этот аромат. Я его ношу с большим удовольствием. Ну, я не знаю, буду ли я его повторять. Потому что это не тот аромат, который я из сотки в сотку переходила и покупала. То есть это вот первая сотка, и все никак я с ней не справлюсь. Уже лет такие 12, а то и больше. В общем, вот такой вот прелестный аромат носила. Кельвин Кляйн. Ну, у меня в Project Pen. В общем, закончу. Выгуливала я и Ренату. Это с 10 по 20 число я выгуливала Ренату от Faberlic. Чудесный, потрясающий, обалденный аромат. Люблю, не могу. Действительно, ну, скажем так, подделка на Armani C. Да, я даже закосом это не могу назвать. Ну, Armani C более фруктово, более сладко. Этот больше уходит в пудру. Ну, и там, как бы, да, такая вот легкая цветочная пульцовость есть. Но здесь меньше сладости, на мой взгляд. В общем, красивый, потрясающий шлейфовый, комплиментарнейший такой на выход аромат. Относила с удовольствием. И еще я разгуливала, выгуливала от Absolute Shi, да, по-моему, называется новинку от Faberlic. Это уже, ну, пробник. Это было как раз-таки с 20 по конец. Я недавно снимала видео про Faberlic. Да, знаете, выгуливала в видео, я сказала, что плюс-минус одно и то же. По факту, это новинка от Faberlic. По факту, этот аромат легче, более разбавлен. Рената, она больше, ну, такая погуще. Я про вот эту новиночку сейчас говорю от Faberlic. И, то есть, знаете как, на вещах Рената звучит дня два, а вот этот все-таки не имеет такой стойкости. И вот в последние дни, вот буквально вчера или позавчера, я еще носила, опять же, от Usa Creation. А Casus Patchouli, это аналог тоже на Armani C. Мне кажется, стойкость у Ренаты больше. Ну, и плюс-минус, вот это вот все одно и то же. Но я люблю этот аромат, я люблю это направление. И я бы с удовольствием купила и Usa Creation, аналог на Armani C, и Armani C. Вот так. То есть, вот прямо у меня есть Рената, 60 мл во флаконе. Два полных размера по 60 мл у меня в запасах стоят. Открытая у меня 30-ка есть. То есть, я еще хочу 50 мл Usa Creation и хотя бы 30-ку Armani C. Вот так я решила, когда-нибудь возможно. То есть, носила и Ренату, и Usa Creation. Все носила. Дальше, с 10 по 20 я выгуливала Avon Attraction Game. И знаете, как-то раньше он для меня был, он тоже имел какую-то такую мужскую ноту. Сейчас она исчезла. Сейчас аромат довольно приятный, мягкий, нежный, обволакивающий, согревающий, цветочный и шоколадный. Прям очень мне понравился. В общем, выгуливала. Хотела нанести, потом решила, да зачем. Еще несколько дней я гуляла в Ariflame Passion Love Potion. Passion. Passion. Песню он такую слушает. Знаете, раньше я его, вообще раньше, я когда его выдыхала, я думала, боже мой, какой тяжелый. Просто какой-то невероятный парфюм тяжести. Я слышала в старте а-ля перченость, но на самом деле это имбирь. Здесь тоже заявлен, заявлено кофе, по-моему, какао, что-то такое. Он какой-то немножечко алкогольный даже. Да. И вот то ли кофе, то ли какао слышу, то ли шоколад. Вот что-то такое все вместе. Прям я это. И цветы, конечно же, знаете, какой-то вот прям дурманищий аромат красивый. Но я его уже так, как раньше, не воспринимаю. То есть я уже так много всех сладких ароматов поперепробовала, что они мне абсолютно не страшат. И даже вот этот имбирь я уже как-то не особо слышу в старте. То есть он обволакивающий, тепленький, фруктовенький, какой-то вот кофейно-шоколадный. Ну, приятный аромат. Ну, я не скажу, что он супер-супер сладкий. Вы представляете, насколько мне уже приелись все сладкие ароматы, что даже вот этот аромат для меня не является супер-сладким. Супер-сладким ароматом для меня является Лариф Райф оф Лав. Это такой закос на Терри Мюглер, на голубую звезду, на Энджел. В парфюмерной воде, наверное, да, она, ну, первая, которая только появилась. И он не столько сладкий, в нем нет, в нем есть сладость, в нем есть терпкость, в нем есть приторность. Не то чтобы горечь, но здесь и почули, и мед, и кокос, что только нет. И белые цветы огромное-огромное количество. В общем, он такой терпкий, густой, мощный, сладковатый аромат. Он даже, наверное, не столько сладкий для меня, сколько просто убийственно мощный. Я прям в нем щеголяла, прям мне нравится он. И это, наверное, один-единственный аромат от компании Лариф, ну, из тех, которые у меня есть, там где-то их пять, наверное, от которого я не хочу избавиться и который мне очень сильно нравится. И еще один аромат, это было с 10 по 20 мы заканчиваем. Это была Альфа от компании Эйва. Это малина, это цветы, это женственность, это строгость. Это снова, знаете, вот что-то для бритья мужское. Опять же, вот этот контраст, но это сексуальный аромат. Вот если здесь тоже что-то такое, я контрастное слышу, женское и мужское, ну, я его не могу отнести прям к сексуальным каким-то парфюмам. А вот этот аромат, он прям какой-то, ух, какой крутой. Когда я его первый раз купила, я его купила в 30 миллилитрах. Я два дня обливалась так сильно, что у меня вообще, знаете, вот отшибло. Я просто потом еще дня три не пользовалась никаким из аромата, потому что я не слышала вообще запахи. Вы можете себе представить? То есть это такой вот был какой-то химический ожог, потому что я его наносила на себя, наносила, наносила. Это было что-то. Ни с одним ароматом у меня, простите, нос не отшибало. С ним такое произошло. И уже потом, когда аромат сняли, я... А где я его урвала? В общем, я где-то то ли с рук, то ли что, прикупила Альфу. Ну, в смысле, полную версию флакон. Очень красиво. Очень цветочная. Очень красивая малина. И вот это вот... Знаете, как будто вы действительно Альфа. То есть аромат яркий. Аромат такой, заявляющий о себе. Он имеет такую женственность, красоту. Но как будто бы вас... Почему сексуально? Как будто бы вас мужчина обнимал. И вот на вас есть вот этот яркий ваш аромат. И чуть-чуть остался от него парфюм. Такой какой-то, да, вот послевкусия, после всяких обнимашек. Вот такое ощущение после этого аромата Альфы. В общем, класснючий. Чем я еще пользовалась? Из пробников я же говорила, что я им нет-нет пользуюсь. И просто я их раньше не показывала. Я пользовалась Toll's Moment. Это вот этот вот с медведем, да, флакончик ярко-малинового цвета. И знаете, я его изначально тестировала, по-моему, где-то... Ну, то ли в магнит-косметик, то ли где-то тестировала. И он мне не очень понравился. Я его не поняла. Во-первых, у него такой малиновый цвет флакона, что, ну, я ожидала что-то сладкое и ягодное. А это не оно. Вот именно этот уже пробничек мне прислала подписчица в посылке. И я тоже как-то, знаете, так распылила. Думаю, ну, нет. То есть я убедилась, что он мне не нравится, вот как и было раньше, да, по затесту. И тут я решила вечером его на себя как-то нанести. И я ложилась в нем спать. Я не знаю, почему там ярко-малиновая пирамида. Ну, пирамида. Ярко-малиновый флакон. Я не читала пирамиду. И вот и сейчас не буду читать. Я расскажу, что слышала я. Это аромат про свежесть, про чистоту. Я не скажу, что он уходит в унисекс, но что-то подобное, да, есть. В общем, я хочу флакон. Вы знаете, что мой супруг обычно все парфюмы фукает. Да что у меня лично шерсть, а? А вот этот аромат он оценил и сказал, боже мой, какой классный. Казалось бы, у него неяркое звучание. Казалось бы, он не суперстойкий. Он очень-очень шлейфовый. Шлейф очень красивый, тонкий. Он очень далеко отходит от вас, этот хвостик, да, шлейфа. И вот снова что-то и мужское в нем есть. И цветочное, но это подходит к описанию запах чистоты, свежести цветов. Опять, знаете, что-то мужское из-за ухода рыльно-мыльного. Вот капельку, еле-еле. И может быть, именно это и создает впечатление чистоты. Но все же это цветочно. Но это абсолютно не сладко. Это как-то не тяжело. В общем, довольно прекрасный аромат весенний. Знаете, он и на повседневку очень классно подойдет. Этот аромат подойдет очень превосходно. Куда-то в офисах, да, где вы работаете, где вы не можете ярко пахнуть. Там врачи, там, не знаю, учителя или что-то еще. В общем, мне очень понравились его технические характеристики. Когда аромат не удушает вас лично, но вы его при этом слышите. Но очень красивый и длинный шлейф. В общем, представляете, спасибо. Представляете, что я его наконец-то распробовала. И спасибо большое подписчице, которая решила его выслать мне. И я молодец, что все-таки его не передарила и никуда ни дело не выкинула. И, в общем, он лежал-лежал там год или больше. Все-таки я решила его выгулять. То есть, я отошла вообще от картинки, как выглядит этот аромат, от этого цвета. Просто все. Мы вот закрываем эту тему. Просто тестирую аромат. И я его вижу, как будто бы он белый. Он какой-то цветочный. Он не сладкий. Он красивый, женственный. Аромат чистоты. Вот так. В общем, мне понравился. Очень много и очень сильно я пользуюсь Larif Madame in Love. И буквально недавно я снимала видео о мой парфюмерный проект Pen на этот год. И вы, я думаю, знаете, что у меня было где-то вот так его. А сейчас его очень сильно меньше стало. Прям очень сильно меньше стало. Это такой закос под Gucci Flora, по-моему. Люблю им обливаться дома. Сейчас моя водолазка пахнет этим ароматом. В общем, знаете, аромат имеет все-таки стойкость. Если вы пользуетесь только им одним и носите вещи вот там несколько дней, когда вы надеваете эту вещь, то вы ощущаете этот парфюм. Но вы ощущаете все-таки близко вот к себе. Я не думаю, что какой-то шлейф будет. Я, кстати, собиралась у мужа спросить про этот парфюм, если у него шлейф. Но, знаете, как-то я подзабыла, не спросила. Но мне нравится им обливаться. В общем, мне в нем комфортно. Такой бело-цветочный, мягкий, со сливочными оттенками аромат и с персиком как будто бы. Ну, я вот именно так слышу. Такой вот он, знаете, и персик вот прям сладенький. Такой вот он ладненький. Такой вот он пушистенький. Вот эту мягкость и пушистость я слышу от персика. И сладость в парфюме. И, конечно, там, по-моему, гордение, да. В общем, классный парфюм. Такой вот на дневное повседневное дома использование. В общем, да, нравится, пользуюсь. Но больше днем я им, кстати, пользуюсь. Вот когда нет настроения что-то надевать. Либо вечером, но не перед тем, как ложиться спать. Потому что все-таки он супруга подушивает. Он его считает прям сладким. Я так не считаю. Из Project Pen у меня еще Фаберлик Донна Феличи. Знаете, 50 мл использовала. 2 или 3 уже в таких флакончиках по 15 мл использовала. И постоянно говорю, что это не моя история. Это не мой любимчик. Я слышала, что его сравнивают с Light Blue от Dolce & Gabbana. Я всегда говорила, что нет. Ну, нет. Я не знаю, что со мной сейчас происходит. А прошлое видео, да, я распробовала мусс Кашмир от Art Collection, который мне совершенно не нравился. Тут еще что-то я распробовала, да, то, что мне не нравилось. И здесь, значит, в этом аромате я распробовала какую-то нечто похожую слегка ноту на Light Blue от Dolce & Gabbana. То есть 6 лет я говорила, что это вообще разные ароматы. Да, он древесный больше. Да, в нем и цитрус как бы другой, да. Вот все другое. Но что-то правда есть. Я не знаю, что со мной, что с моим носом, что с моим, может быть, с моей кожей. То есть что-то произошло. Просто, знаете, сама от себя удивляюсь. Но я записала этот аромат в парфюмерный Project Pain и с удовольствием его, скорее всего, использую. И, возможно, куплю полную версию даже. Вот так. Значит, шейки. Шейк у меня был 265-й аналог на Tom Ford Lost Cherry. Невероятный. Самый густой, самый интересный аромат. Вишня в специях, с миндальной пудрой, с пылью дорог, с ванильностью, с, не знаю, что. Мне кажется, тут и амбра. Да тут все есть, все. Но амбру я прям, да, слышу. И вот эта вот вишня, и вот эта вот вишневая косточка, рикер какой-то. Ох, густой-прегустой аромат. Невероятно красивый. Вы знаете, я его даже надевала в гости. Не знаю, задушила, не задушила. Я кайфовала. И еще один аромат шейк. Это парфюм под номером 201. Аналог на розовую молекулу. Значит, пинг молекулу, или как она называется. В общем, 090-09 от бренда Zark Parfums. В принципе, у меня уже есть 30-ка, но как бы обливаться направо и налево я сильно ей не собираюсь оригинальчиком. Поэтому вот, пожалуйста. Тем более, что шейк, именно этот шейк, он все-таки лучше раскрывается в прохладное время года. Вот сейчас оно и есть. Как-то летом он на мне теряется. Не знаю, не нравится мне вот именно в шейке. Я как бы не пробовала розовую молекулу летом, честно говоря. Мне кажется, не пробовала. Вот. Но, в общем, вот этим ароматом пользовалась. Мне нравится. Он и бузина есть, и ощущение шампанского есть, и пузырьковость есть, и вот этот вот, знаете, как будто бы брют шампанское тоже сюда, и фрукты бузина тоже есть. Но здесь аромат раскрывается довольно кедрово на мне, мшисто, но мне нравится. Классный. В базе даже, знаете, он такой, чуть больше в унисекс, конечно, уходит. Он вообще, в принципе, унисекс. То есть, именно в шейке он больше унисекс. В оригинале он, вот бузина чуть-чуть послаще. То есть, вот эта вот ягодность, она какая-то немножечко другая. Здесь она менее сладкая просто. В общем, пользовалась и буду пользоваться. Знаете, я думаю, что именно вот этот аромат я точно оставлю на следующий уже месяц, на февраль. Да потому что, простите, этот аромат, опять же, ношу только в прохладное время года. Ну и из новинок будет скоро, конечно же, видео про мои две хотелки, которые я все-таки приобрела, вымучила, знаете. Это был, конечно же, Задик Вальтерзе, Сисхё, моя любимка. Я носила, это уже где-то было с 20 по конец месяца. Ну, честно говоря, вот здесь сразу, видите, как его нет. Хотя это тестер, пшики холостые были, всё было прекрасно. Аромат с сайта Рандеву. Ой, какой он вкусненький, какой он мягенький, какой он сливочный и дико перчёный. То есть, вот эта вот нежность, вот эта вот няшность и стервозность. Здесь всё вот, всё сошлось. В общем, люблю, обожаю его, потрясающе. Носила один раз, честно признаться. Не то, чтобы я его экономлю, ещё что-то, но... То есть, было видео как раз парфюмерный Project Pen, и вот что-то я ударилась в использование, да, вот этих ароматов. А этот я всё-таки нанесла всего лишь один раз на себя, но я его не перестаю любить, обожать. И вообще, один из... Ну, я не могу сказать, что это моя парфюмерная я, кстати. Я бы так не сказала. Нет. Это больше вот прям сильно стервозно. То есть, во мне, наверное, есть вот эта стервозность, но она больше... Всё-таки она больше завуалирована. Ну, как мне кажется. Но, с другой стороны, я знаю, как люди меня... Моё окружение, я знаю, как они меня воспринимают. И что я довольно резкая. То есть, может быть, я бы хотела быть больше завуалированной, да, такой вроде как я... Девочка, это припевочка. Но всё-таки люди меня такой не воспринимают. То есть, довольно жёсткий, довольно вот такой вот... Наверное, да, он мне поэтому и нравится, и подходит. Потому что вот такой вот он. В общем, носила классный аромат. Мне, кстати, в телеграм-канале недавно девушка присылала... 30 миллилитров, по-моему, она купила. Она говорит, ну вот вы всё говорите, говорите про него. В общем, тоже приобрела. Ну, он правда хороший. Он многим нравится, классный. Вот новинку, кстати, Mon Guerlain Sparking Bouquet я не носила. Ну, нужно... А куда я его делаю? Ага, вот. Вот он, вот он, вот он этот ароматик. В общем, нужно снять про него видео. То есть, вот этот парфюм я позиционирую вот прям на выход. Прям вот прям. Прям платье-рюшки. Понимаете? Вот прям макияж-хайлайтер-шпильки. Вот прям вот так. Поэтому я его не выгуливала. Ну, и как бы здесь 50 миллилитров. И он дорогой, зараза. Вот. Сколько он стоил? 9 тысяч, 9 с чем-то. Сотка за Дик Вольтер в туалет, в тестере. Мне досталось дешевле. Что-то за 7 или 8 тысяч. А этот 9-200 или что-то такое. 50 миллилитров. Поэтому... Слушайте, ну лаванда просто... Супер. Очень красивый аромат. Он весенний все же. Весенний, летний. Крутой-крутой. Прячем, 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 прячем. Нечего. А то тут лампочки на тебя светят. Пропадешь еще, не дай бог. Стой у меня в коробочке, мой дорогой. Любимый друг. Все, мои дорогие. И, в общем, вот такие ароматы у меня были. Просто я сейчас их уберу. Поставлю новые. По возможности сниму видео, что я себе тут понавыставляла. Что нас ожидает в ближайшем будущем? Какие ароматы купила за год? Люкс и не люкс. Ну, кстати, Avon, Reflame, Faberlic в этом году было минимально. Возможно, будут просто каталожные... Ну, в общем, не люкс, да? То есть, там, пять флаконов и там шесть флаконов люкс. Как-то разделю на два видео, скорее всего. Вот. Что тут еще, значит, лучшие ароматы за год, да? В общем, нужно писать, 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 писать. Опять писать. Куда писать? В общем, что-нибудь еще я поснимаю. Подписывайтесь на мой Telegram канал. Там я выкладываю коротенькие... Ну, бывает под настроение, если я не занято. Если что-то... Я считаю что-то интересным, то я выкладываю короткие видео в свой Telegram канал. А также подписывайтесь на Boosty. Там я выкладываю в 95 или 8, наверное, даже процентах. Там будут те видеоролики, которые... Ну, их не будет на YouTube точно. Это, возможно, со временем будет нечто даже более личное. Может быть, где-то даже какие-то кусочки с супругом. Он не хочет, как вы знаете, сниматься на тысячу просмотров. Ну, а там как бы 6 подписчиков. Поэтому там, я думаю, что ничего страшного. Но там он не проверит, девочки. Там он не проверит, если YouTube он может открыть. А! Сейчас. Так, в общем, YouTube-то он может открыть, посмотреть. А там нужно подписаться и как бы заплатить 150 рублей. Поэтому там он не сможет проверить. Так как, кстати, последнее видео на Boosty, когда он у меня ночью готовит бутерброд. Он мне утром спросил, ты никуда не выкладывала? Ну, я тогда не выкладывала. Я говорю, нет. Он мне говорит, ну, вот еще никуда не выкладываю, удали. Я говорю, конечно. Конечно, сказала я. И вывалила на Boosty. Так вот, мои дорогие, подписывайтесь на Boosty. Подписывайтесь везде, везде, везде. Все, мои хорошие, пишите комментарии. Как вам нравится, когда я зеленая. Как вам нравится, что я зеленая. Все. Обнимаю, целую. Пока-пока.